Всем привет! В этом видео хотел бы с вами обсудить такой момент очень важный. Это авторские права. В контексте, конечно, товарного бизнеса, то есть какие права мы можем нарушать, иногда мы даже не знаем, что мы что-то нарушаем, и главное, какая ответственность нас за это постерегает. Буду только чисто с практики рассказывать своей личной и то, что знаю там от кого-то, поэтому очень на самом деле видео будет полезно, потому что я бы хотел, чтобы вас этот опыт касался вот со стороны именно таких видео, а не когда вам приходит, допустим, повестка в суд или какой-то там большой штраф от правообладателя. Итак, какие вообще права в товарном бизнесе нарушаются чаще всего? Ну, конечно, чаще всего нарушается право, когда вы используете без разрешения чей-то товарный знак. Вот, например, как это может быть, когда вы, допустим, продаете какие-либо подделки с использованием чужой торговой марки, то есть вы тем самым нарушаете права правообладателя. И еще вы можете даже продавать оригинальную продукцию, но, допустим, у вас не будет разрешения от правообладателя, что вы эту продукцию можете продавать. Это тоже будет нарушение. Итак, когда, соответственно, правообладатель захочет очистить рынок, так сказать, от подделок, он начинает искать своих представителей, дает им доверенность на представление их интересов в суде, и они уже начинают, соответственно, по всей России, как правило, делать такой вот, я не знаю, как назвать, рейд, скажем так, по каким-то точкам физическим и также по интернету. Давайте разберем, как это в оффлайне происходит. То есть если у вас есть, допустим, точка, и вы там торгуете условно там какими-нибудь очками Ray-Ban, но они Ray-Ban не являются. И к вам приходит обычный клиент, под видом обычного клиента производится, так сказать, контрольная закупка этого товара. Когда, ну, эта контрольная закупка, она, как правило, сопровождается с вашей стороны выдачей чеком, то есть это факт реализации товара, а со стороны, соответственно, покупателя это сопровождается видеосъемкой. Ну, как правило, вы видеосъемку вряд ли заметите, потому что она, ну, как бы скрыта какой-то с камерой будет происходить, потому что, ну, не надо, чтобы вы поняли, что это какая-то контрольная закупка. И после этого с чеком и, соответственно, с видеозаписью и, как правило, еще с самим товаром идут в суд и требуют с вас, что же с вас могут потребовать. Ну, во-первых, с вас будут требовать за каждое нарушение товарного знака по 50 тысяч рублей, как правило. Вообще в законе, как сказано, что правообладатель за нарушение своих интеллектуальных прав может требовать от 10 тысяч, это минимальная сумма, до 5 миллионов рублей. Но мы же руководствуемся практикой, которая уже сложилась, и, в принципе, и любой судья, который будет рассматривать дело, он всегда будет руководствоваться некоторой сложившейся практикой. Потому что, ну, зачем что-то выдумывать, там, на апелляции могут что-то там оспорить и так далее. Я лучше сделаю так, как уже, как бы, сложилось. И, соответственно, ну, и никаких споров, чтобы дальше не было. Поэтому мы должны всегда руководствоваться также этой практикой. И, как правило, правообладатель запрашивает у суда 50 тысяч рублей за каждое нарушение товарного знака. Но еще есть нюанс. Допустим, если на какой-то коробке, ну, допустим, возьмем каких-нибудь, там, игрушек робокар, их там несколько героев, вот купили у вас одну игрушку и потребовали 50 тысяч рублей за то, что вы нарушили, вот, использование бренда без разрешения. Но у вас на этой игрушке, допустим, на задней крышке есть еще одни формы интеллектуальной собственности. Это картинки разных героев. То есть, каждая эта картинка каждого героя, она попадает тоже в область интеллектуального права. И за каждое изображение с вас также могут взять по 50 тысяч рублей. Ну, вы представьте, купили у вас игрушку за 500 рублей, грубо говоря, потребовали 50 тысяч за нарушение торговой марки. И по 50 за каждого героя, который там изображен на картинках. Допустим, их 5. 5 на 5. 250 тысяч плюс 50. 300 тысяч. И при том эти иски, они, я говорю, удовлетворяются, как правило, в полном объеме. Что еще, как вы можете пострадать? Если вы, допустим, торгуете теми же самыми игрушками, которые нарушают чью-то торговую марку в онлайне, вы, может, будете чувствовать себя неуязвимыми в том плане, что, ну, я же продаю как бы тут дистанционно. Но это не так. Потому что вот эта дистанция интернет, она вас никак не уберегает от ответственности, потому что это, ну, это не Darknet. Все равно вас можно определить, кто вы, что вы. Как правило, определяет по реквизитам, допустим, в счете, которые вы выставляете, или же, допустим, по домену сайта. То есть, как правило, вы сайт же регистрируете на какие-то реальные данные, на паспортные. Но чаще всего вы будете делать это на себя, если вы, конечно, дорожите вообще доменом. Поэтому, как это происходит в онлайне? Допустим, в оффлайне мы определились, это происходит через контрольную закупку, через физическую покупку товара. В оффлайне, в онлайне это происходит не через покупку физического товара, это происходит через выписку счета. Ну, то есть, как это делается? То есть, делается нотариально заверенное скриншоты вашего сайта, что вот на скриншотах изображен такой-то товар, и выписывается у вас счет. То есть, этого счета и скриншотов сайта достаточно для суда, для того, чтобы с вас, соответственно, взять деньги за нарушение авторских прав. То есть, никакой физической покупки быть не может. Поэтому это не уберегает вас от ответственности, то, что вы физически никому товар не отправили, у вас, может быть, даже физически этот товар нет, но выписали счет, значит, подтвердили согласие его поставить. И этого достаточно для суда. И так как нет никакой физической покупки, это несколько развязывает, так сказать, руки правообладателям, а вернее, их представителям, они начинают выписывать какие-то оптовые счета. Ну, то есть, вы продаете даже в розницу, а вам приходит клиент и говорит, а вы можете мне продать этих игрушек не одну, а тысячу, допустим, и вы, может, радостно воспримете эту просьбу, и говорит, конечно, я сейчас денег много заработаю. Вы выписываете счет на тысячу, допустим, этих единиц, на сумму, допустим, миллион рублей, и ждете оплату. Но оплата никогда не произойдет. А произойдет иск в суд. И с вас уже не будут требовать 50 тысяч рублей за то, что в счете может быть одна позиция, просто тысяча штук. И вроде бы как бы в розницу купили, за торговую марку взяли 50 тысяч рублей. Но когда мы говорим про счет выписанный, то есть вас будет требовать сумму в два раза превышающий счет. Но это же выгоднее, чем 50 тысяч. Лучше, если бы вы счет выписали на миллион, с вас будут требовать 2 миллиона. Это написано в законодательстве, то есть правообладатель может требовать от лица, нарушившего его исключительное право на торговый знак или изображение, сумму от 10 тысяч рублей до 5 миллионов, а также на его усмотрение может требовать двойную компенсацию по выписанному счету. Несмотря даже, что никакой поставки не было. Поэтому как бы внимательно. Я просто часто вижу на просторах интернета такие вещи, как кто-то продает какие-то кроссовки, ну, контрафактные. Кто-то еще что-то продает. И вот когда их спрашивают, а вот не опасно ли это, все говорят, что да нет, не опасно, максимум штраф там 5-10 тысяч рублей. Но по факту это не так. Если какой-то бренд не подает ни на кого в суд, это только вопрос времени. То есть сейчас это ему неинтересно. Но я могу привести просто несколько примеров тех брендов, которые как бы взялись очень плотно за свои авторские права. Мне кажется, это даже переросло в некий бизнес для них. То есть это, допустим, Маши и Медведи игрушки. Это те же самые Робокар. Птички, можешь помнить, Angry Birds. То есть там были именно массовые, массовые иски. И вы сейчас не найдете практически, наверное, контрафактных этих продукций. Так было, например, с колонками JBL. Так было с очками Ray-Ban. И еще, наверное, много с какими вещами было. Ну просто я всех там не помню. И в принципе они добиваются своего. То есть когда очень много людей сталкивается с тем, что на них вот на крупные суммы подают суд, то в принципе спрос на контрафактную эту продукцию пропадает. То есть как правило они добиваются своего. А кого зацепило уже из продавцов, того зацепило. Просто вы должны понять, что если вы чем-то таким занимаетесь, то вопрос времени, когда правообладатель начнет с вас требовать деньги за нарушение своих авторских прав. А тут уже как повезет. Коснется вас это или не коснется вовремя. Или вы сообразите эти вещи убрать из продажи или нет. Поэтому я рекомендую просто ничем таким не заниматься изначально. Потому что это уже как бы не столько выгодно, а тем более еще и опасно. Но бывают такие обстоятельства, когда вы напрямую не нарушаете чего-то торговой марки ничьей. То есть вы не лепите, вы продаете продукцию, которая, так сказать, no name. На ней вообще ничего не написано. И это тоже может быть опасно, потому что есть такое понятие в области интеллектуального права, как промышленные образцы. То есть какой-то производитель производит какое-то устройство, и он регистрирует промышленный образец. То есть это графическое изображение устройства, если это объемное, то в нескольких ракурсах. То есть сам вид устройства. И ваш вот этот вот no name товар может быть очень сильно похож на промышленные образцы, которые запатентованы. Но тут намного все сложнее. То есть если вы нарушаете чью-то торговую марку, то есть используете ее на товарах, особо доказывать ничего не нужно. И так понятно, что вы ее используете. Даже если там вдруг шрифты как-то немножко отличаются, то есть это не имеет значения. Но когда сравнивают с промышленными образцами, то здесь намного сложнее. Есть понятие в праве, называется схожесть до степени смешения. Но четкого понимания того, что это такое, нет. То есть схожесть до степени смешения, это, грубо говоря, совокупность всех значимых признаков, которые позволяют отождествить ваш контрафактный товар с, соответственно, товаром правообладателя. Ну, то есть, грубо говоря, то, что у потребителя возникает предположение, что он ассоциирует именно ваш товар с товаром бренда. И тем самым наносится ущерб вот этому самому бренду. Но, честно сказать, по практике судебной я не нашел такого, что вот именно массовые такие были иски по поводу нарушений именно промышленных образцов, потому что это все, еще раз говорю, что очень субъективно, понятия четкого нет, то есть никакой экспертизы нет, все решает на усмотрение суда. И поэтому это все очень сложно. И просто, чтобы вы понимали, скорее всего у правообладателя не будет прям веских причин массово подавать вот именно на использование промышленных образцов, потому что это сложно доказуемо. И поэтому, ну, даже вот, не знаю, все вообще колонки, вот, например, маленькие, да, они все друг на друга похожи. Но и тем самым все равно они чем-то отличаются. Если взять, допустим, законодателя мод, наверное, кто, какой производитель одним из первых, самых популярных, это, наверное, компания JBL, она эти колонки начала портативные делать, и все остальные производители, может быть, за ней как-то подтягивались. И понятно, что все колонки, грубо говоря, похожи друг на друга. Они там у всех динамиков, круглая форма. Но это не означает, что все производители, как бы, не должны делать портативные колонки, потому что одна компания была первее другой. Поэтому тут не нужно продавать откровенные копии, не нужно использовать чужие бренды без разрешения. В остальном просто нужно, ну, нужно, как бы, понимать эти процессы. Вот, например, да, допустим, компания Apple придумала вот AirPods. Наушники беспроводные и разделенные на два уха. И, по сути, все остальные производители, они так или иначе начали копировать эту идею. Но, как бы, сама эта технология, не знаю, то, что два раздельных наушника использовать, ну, как бы, это не Apple только может делать, а могут делать все производители. Единственное, то, что есть такие варианты исполнения этих наушников, когда один в один копию делают. Даже не используют торговую марку Apple, то есть не лепят там яблоко на этикетке, а просто вот они один в один повторяют оригиналы. Вот, по идее, вот это один в один повторение, это нарушение промышленных образцов компании Apple. Но пока компании Apple, допустим, не будет интереса, как бы, очистить рынок от таких копий, которые нарушают их промышленные образцы, как бы ничего не будет. Просто я наталкивался несколько раз даже на маркетплейсах, продают, допустим, продают копии AirPods, но не используя, конечно, торговой марки Apple, но везде пишут, что это копии один в один оригинала от Apple. И, по идее, здесь сама формулировка уже, она нарушает авторские права, вот именно на промышленные образцы. Поэтому здесь нужно аккуратнее действовать. И вообще, к чему этот ролик? То есть я не хотел этим роликом вас как-то запугать, а хотел просто, чтобы у вас по истечении просмотра этого ролика было понимание, на что обращать внимание. И, конечно же, самая главная цель этого ролика, это уберечь вас от продажи контрафакта, то есть от использования чужих торговых марок. И главная цель этого ролика просто уберечь вас от некоторых ошибок. И первая ошибка в том, что вы не должны продавать бренды, то есть не должны продавать какие-то откровенные подделки, потому что это, ну, во-первых, не экологично, а во-вторых, уже даже невыгодно с точки зрения оценка риска и прибыли. Поэтому рекомендую вам использовать только белые товары, можно для продажи на тех же самых маркетплейсах, можно, например, находить российские производства, можно продавать ноунейм товары из Китая, таких много, ну, которые как бы не являются откровенной копией один в один какого-либо бренда, или же использовать те же самые китайские бренды, ну, их очень много, но они там широко неизвестны. И вот как я говорил ранее, если мы говорим про какие-то известные бренды, которые имеют представительство по всему миру, конечно, мы тогда должны от них разрешение у представительства местного получить, ну, то, что они разрешают нам продавать свою продукцию, и, соответственно, у них закуп какой-то централизованный, то есть мы можем покупать только у представительства. Но когда же мы говорим о каких-то китайских брендах, у них нет никакого представительства чаще всего в России, то есть продавать их не запрещено. Поэтому я рекомендую переходить на вот такие вот белые товары, еще раз, то есть ноунейм товары, товары под китайскими брендами и, соответственно, российских производителей. До встречи в новых не менее интересных видео. Всем пока!